Это сейчас люди могут менять пол, рассказывать всем о своей нетрадиционной ориентации и решать, мальчик он или девочка. Между тем, лет эдак сто тому назад общество, скорее всего, вынесло бы им однозначный приговор – псих. А раз так, то и место их в соответствующем учреждении. Нужно отметить, что в былые времена попасть на дурку было очень легко из-за гораздо меньшей странности, чем сейчас. Так что современная психбольница – это вполне цивилизованное заведение, где люди со сбоями могут найти свое пристанище, и у них есть все шансы вернуться в общество, предлагая узнать несколько фактов о том, что творилось в психушках прошлого. Пока не выдумали убойных седативных средств и успокоительного, буйных пациентов врачи обездвиживали простым физическим методом. Наручники, веревки, ящики, тесные закрытые помещения. Пациентам это, конечно же, на пользу не шло, но и познания о причинах душевных болезней в те времена были достаточно поверхностны. Перечень показаний для госпитализации в психиатрическую клинику, например, в 1890 году в США, был весьма обширным. Туда можно было попасть за аморальное поведение, за общение с дурной компанией, за чтение романов, за недостаточную или чрезмерную религиозность, за то, что лошадь легнула тебя в голову, за то, что ты побывал на войне или за то, что твои родители – двоюродный брат и сестра. Рука бойца колоть устала. Механизмы подобного действия использовались сто лет назад для того, чтобы облегчить душевнобольным страдания. Видимо, работал принцип замещения, когда душевную боль подавляли болью физической. В любом случае, врачи считали, что так пациенту станет легче. Многие пациенты, не способные контролировать себя, анонировали сутки напролет. Врачи считали это не следствием, а причиной, хотя это всего лишь один из симптомов, поэтому были убеждены, что это прямой путь к безумию. В связи с этим душевнобольные носили вот такие приспособления от нескольких недель до нескольких лет. Эти странные ящики на самом деле успокоительные паровые кабины конца 19 века. Они просто выглядят зловеще, а так ничего страшного в них нет. Психиатры считали, что такая парилка может успокоить буйного пациента. Но если вы заметили, больные сидят в кабинках полностью одетыми. Вряд ли это было очень приятно и помогало унять буйство. Женщины попадали в психбольницы чаще, чем мужчины. Достаточно было получить диагноз истерия, а под него можно было подогнать все, что угодно. Даже отказ деспоту мужу. Чтение тоже входило в эту категорию. Считалось, что оно ведет женщину к безумию. Немало девушек провели годы в психушках только потому, что их застали за чтением, скажем, в 5 утра. Учитывая баснословное количество показаний, неудивительно, что психушки были переполнены как больными, так и вполне здоровыми людьми. Особенно ни с кем не церемонились. Набивали в палаты столько, сколько влезет. Да еще и ставили дополнительные кровати, чтобы пациенты ложились плотнее. А кое-кого приковывали кандалами к стенам. Так что смирительная рубашка – это еще цветочки. В прошлом не было никаких специальных детских клиник. Поэтому все умственно отсталые, либо с другими нарушениями дети попадали в больницы ко взрослым. Жили малыши там десятилетиями. Причем среди них были и здоровые. Дети кухарок, медсестер, матерей-одиночек, оставшихся без родителей. Нетрудно представить, что за люди из них вырастали. Электрошоковая терапия применяется и сейчас. Но только в исключительных случаях, когда пациент уже кажется безнадежным. Однако полвека назад током жарили всех подряд. Следует сказать, что это крайне болезненная процедура. Знаменитому Джону Нэшу, гениальному математику-шизофренику, довелось пережить подобную терапию. Он говорит, что это худшее, что случалось с ним в жизни. Еще в середине 20 века многие психиатры считали лоботомию реальным средством для избавления пациента от шизофрении или синдрома навязчивых состояний. Врач вводил через угол глаза пациента специальный инструмент, а затем одним ударом пробивал тонкую кость глазной впадины, вслепую растекая нервную ткань мозга. Лоботомия считалась панацеей для шизофреников не одно десятилетие. Стоит ли говорить, что человек вполне мог умереть от такой терапии? Ловитомия Продолжение следует...